всем привет продолжаем серия по поводу чаб для взрослых некоторые навыки и советы идеи как продолжить свое самообразование взрослой жизнь у меня приехал ко мне в гости мой хороший друг из новосибирска павел совестианов смотрите его канал смотрите его канал youtube он мне дал такая вот такие вот фигни видите вот такие вот типа говорит bluetooth 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 там голубой зуб какой-то там типа это как это колдовство и она поможет тебе записать хорошее видео поэтому пожалуйста внизу скажите если звук с этими наушниками лучше чем звук с моим маленьким петличкой которая записал в предыдущее видео а вы не смотрели предыдущие видео иди смотри потом скажешь какой был звук хороший но сегодня не про звук сегодня не про качество звука который у меня вечно страдает на моих видео сегодня по поводу чтения который у меня не страдает у меня у меня с чтением лет с 8 лет с 9 на самом деле нет 9 с 10 все отлично скажете почему так поздно почему не с 7 не с 6 у тебя там было отлично с чтением почему только лет с 9 или с 10 потому что я учился у вас в дурацкой в социальной государственной насильственной школе до там почти что третьего класса пока моя любезная возлюбленная мать не вытащила от меня оттуда и не научила меня читать дома поэтому у меня с чтением все отлично спасибо мама чтение очень важно очень важная часть то есть я назвал система чап чтение арифметика письмо чтение когда я говорю чтение вообще имею ввиду как основное поглощение информации да то есть очень важно как мы говорили в предыдущее видео обратить внимание тратить время на свое самообразование и первая часть самообразования это поглощение информации да то есть удовлетворение врожденные любопытства тем что тратишь на это время внимание то есть определяешь свои интересы да то есть интересы уже тебя образовывают то есть они ты образовываешься путем форме формирования определенных интересов и трачение на это времени я считаю что чтение это Это самый важный метод, где мы можем взять информацию, где мы можем поглотить информацию. Именно чтение. Чтение книг. Вы скажете, Джас, а почему я не могу посмотреть, послушать какую-нибудь, я не знаю, радиопередачу или подкаст какой-то, или просто какую-нибудь лекцию чей-то. Да, это все очень здорово, но когда человек сидел и писал книгу, делал исследования в течение 10-5 лет, иногда в течение 20 лет, иногда в течение всей жизни, и он дистиллизировал все эти знания в какое-то ядро, вынес это в какой-то определенной, так скажем, сконцентрированной форме в размере 200, 300, 400, 500, 600 страниц. И ты можешь взять весь этот опыт, ты можешь взять все эти наблюдения, ты можешь взять все эти, весь этот опыт, который у человека был в течение своей всей жизни или всей карьерой, и получить это буквально там за 10-15-20 часов, чтение, это дорогого стоит. Это очень-очень здорово. Поэтому сегодня я хочу поговорить по поводу чтения. Конечно, я не хочу, чтобы в современном мире наше самообразование ограничивалось только чтением, да, то есть видео в YouTube тоже имеет свое место, маленькое, но имеет свое место быть в самообразовании, вот, подкасты, радиопередачи, лекции записаны в аудиоформате, все это имеет свое место быть. Быть, ну, я думаю, что таким, как сказать, фундаментом, столбцом самообразования должно быть чтение. И сегодня мы об этом поговорим, да, то есть именно как читать, да, как читать, как самообразоваться в чтении. Вот, и на самом деле, вы знаете, я не радикал в этом плане, то есть можно и видео смотреть, можно все, но все, что я сейчас дальше скажу по поводу книг, это относится к всем видам медиа. Первое. Между тем, что ты имеешь идея, любопытство, и то, что ты начинаешь удовлетворять это любопытство, должна быть пауза. Это то же самое, как со здоровый образ жизни, да, то есть между тем, что у тебя появился голод, ну, ой, хотелось бы что-нибудь съесть. А, я первый по папе сейчас чипсы съем, или я буду там какие-нибудь печенья есть, или еще что-то, да, перебивать аппетит, должна быть задержка между появлением любопытства и поглощением этого аппетита. Это очень важно, это очень важно на самом деле, да, потому что именно вот это время между появлением аппетита и удовлетворением аппетита, она дает тебе возможность сортировать. Это просто проходящее любопытство, или на самом деле это интерес, на который я готов потратить время и внимание, да. Поэтому первое, что тебе нужно в самообразовании, это список. Это может быть бумажка, тетрадка, ручка. Для меня это айфон. У меня в айфоне есть записная книжка. У вас у всех, у кого есть смартфоны, есть записные там книжки. И там у меня есть файл, то есть специальный файл, интересуешься мне темой, да, то есть, и я записываю это видео, как только у меня какая-то идея появляется. Я бы хотел узнать больше по поводу экономика. Я хотел бы узнать больше по поводу инвестирования. Я бы хотел знать больше по поводу, почему у меня куры дохнут. Я еще, я хотел бы хоть что, любая интересуешься меня тема, я записываю туда, в этот список тем, да. Я не иду смотреть сразу видео по этому поводу или еще что-то. Я записываю эти темы, как интересуешься мне темой. Потом второй шаг, второй шаг. Заводится новая страничка в айфоне или в тетраде, или где-нибудь еще. Новая страничка заводится. И интересуешься тема становится, которая там была просто в списке, сейчас становится, как сказать, темой этой странички. То есть она, как сказать, пишется большим шрифтом там где-нибудь там в начале. Тема, допустим, там экономика. Или, допустим, один из тем, который мне в последнее время был интересен, это армянский геноцид. Геноцид турков против армяны в начало 20 века, да. То есть я где-то что-то услышал про это, интересная тема. Я ранее мало про это слушал. Ну, где-то проскользнуло. Где-то было на слуху. Но мало про это знаю. Потом записал там, интересуешься меня темой. Потом перенес это и сделал новую страничку с этой темы, как оглавление. Это как название страничка, так скажем, да. Потом что я дальше делаю? Потом я стараюсь прочитать несколько статей по поводу этой темы. Первый из них, обычно, куда я иду, это в какую-нибудь энциклопедию. Векопедия вам в помощь. Я знаю, я знаю. Все среди вас схоластики, в том числе моя сестра, которая отучилась в Оксфорде, будут говорить, как ты можешь смотреть в Оксфорде, это же такое недостоверное источник информации. Да, да, я в курсе. Но в Оксфорде чаще всего дает, или вообще любая энциклопедия, дает некий такой обзор темы. Да, вкратце, не старается взять за или против, но просто дает тебе обзор этой темы. Самое важное, что есть в Оксфорде, самое важное, что есть вообще в любой энциклопедии, это там в конце ссылки или, ну, когда они ссылаются на внешние источники. И там есть список книг, на которые ссылается статья. И из этих книг уже можно выбрать себе источники. Есть очень большая сила в том, чтобы читать первоисточники. Есть очень большая сила в том, чтобы найти как раз эти книги, на которые другие авторы ссылаются, и их поглощать. Допустим, когда я изучал экономику, да, то есть несколько лет назад, это было 2013 или 2012 год, я уже не помню конкретно какой год, я сказал, «Джастес, ты ничего не знаешь про экономику, ты же ведь дурак в этом теме. Вот, нужно перестать быть дураком, нужно потратить какое-то время и внимание, чтобы эта экономика стала интересом для тебя, для того, чтобы ты смог самообразоваться в этой сфере». Да, то есть, и я тогда завез в свой список экономика, да, потом этот список перешел из этой, и эта идея, эта тема перешла из списка в страничку, читал лукопедию, читал некоторые других статей по поводу экономики, и понял, что вообще в нашем мире есть 5 или 6 основных экономических школ омышлении, и у каждого из этих школ омышлении есть свой основатель. Их буквально только 5 или 6. Прочитав первоисточников, ты теперь более-менее разбираешься в основной экономической теории мира. Вот, и тогда можешь и дополнительно читать, и еще что-то, но это не такая вообще большая проблема, да. Вы скажете, Justness, как можно там потратить 5 или 6, столько времени, чтобы прочитать 5 или 6 книг по поводу одну, только одну тему. Вот я вам скажу как. Очень легко. Средняя книга сегодня, средняя книга это где-то 12 часов длиной. Если вы просто вслух себе читать его, то он приблизительно 12 часов. 5 книг это 60 часов, да. Если ты каждый день тратишь 1 час на чтение в день, это 2 месяца. И ты можешь поглотить основных светил по поводу экономика в течение 2 месяцев. Это очень легко. Вы скажете, Justness, у меня нет времени, чтобы 1 час в день посвящать чтение. Я говорю, у всех у вас есть время хотя бы 1 час. На что это, ну, на что важно. Для меня, один из самых больших выручкой, так скажем, для меня в современном мире, это аудиокниги. Они выручают очень сильно. Да, то есть, есть, все равно есть дела, есть работа, или есть время в нашем современном жизни, когда мы ничего не делаем. Допустим, когда ты едешь в машине по пробкам до работе каждый день 30-40 минут, и ты уже изучил эту дорогу наизусть, и ты его знаешь, и ты можешь не отвлекаться, можешь отключить телефон, не принимать звонки, не смотреть в интернет, не писать смс-ки. Если ты пишешь смс-ки за рулем, то ты просто, ты просто, ну, предатель Родины. Ты просто враг человека. Поэтому не делай этого. Но возьми из списка интересующих тебя тем, любопытство, сделай страничку темы, которая тебе интересна, запиши основных книг или источников, которые ты бы хотел прочитать в эту тему, скачай на свой айфон или там другое устройство аудиокнига, которая соответствует этому, и, пожалуйста, едешь в машине и слушаешь спокойно. Каждый день 40 минут, 30 минут на работу, обратно с работы, час-полтора часа ты искупаешь это время. Ребята, у нас очень мало времени на Земле, всего лишь 70-80 лет, и из них там треть мы спим. Поэтому искупай время, которое ты пустую тратишь, выделяй на него какое-то внимание, извлекай информацию, которая может тебе пригодиться. Время проходит даром, и надо, чтобы оно не проходило даром. Но это не все, это не конец. Да, список интересуешься вопросов, потом конкретный вопрос, отдельная страничка, интересуешься книги в этой теме, потом, когда ты прочитал книгу, и это очень важный момент, прямо подчеркиваю, когда ты прочитал книгу, остановись после прочитания книги, и, может быть, тебе, зависимо от твоей памяти, зависимо от того, сколько ты качал эту мышц до этого момента, и также зависит, с какой скоростью ты прочитываешь эту книгу. Но, может быть, где-то там после каждой главы надо это делать, я это делаю в конце каждой книги. Остановись и запиши небольшую статью для себя, небольшое сочинение, небольшой доклад, что ты вынес из этой книги. Первое, что ты должен записать, ну, просто для себя, да, это о чем была книга, основные тезисы этой книги, что ты для себя вынес из этой книги, и с чем ты не согласен в этой книге. То есть это очень важно. Именно эти вещи, эти пункты помогают тебе кристаллизировать знания, которые ты получил из прочитанного или просмотренного материала. И когда я говорю слово «читать», да, я имею в виду это по поводу YouTube и подкасты, и все остальное то же самое, да, то есть просмотрел, прочитал, прослушал, сделал небольшой анализ, что автор сказал, что он старается доказать, что я для себя вынес и с чем я не согласен. Это очень важно, потому что именно, как сказать, вот эта вот привычка записать, что ты прочитал, немножко кристаллизировать прочитанное, она дает тебе такое, как сказать, якорь в памяти, к которому твоя собственная память может вернуться, да. То есть даже если ты просто записал эти вещи на страничку, смял, выкинул, сжег эту бумажку, то ты лучше будешь помнить эту книгу, чем если ты не записал вот это небольшое сочинение. Конечно, эти сочинения можно оставить, у меня тетрады, тетрадь, тетрадь, тетрадь таких сочинений, исписанных, поэтому это очень важно, это реально важно для того, чтобы сконсолидировать. И это не относится к письму, да, то есть чтение архивентика «Письмо чап», это чтение архивентика «Письмо чап», просто стараешься сконцентрировать и скристаллизировать знания, для того, чтобы эта книга была не просто прочитана, как на ветер, да, в одно ухо залетело, в другое ухо вылетело, а чтобы она принесла тебе конкретно какую-то пользу. Когда я говорю про книги, я реально считаю, что это очень важно, но я также понимаю, что на YouTube и в разных источниках есть мультимедийные источники, которые тоже могут быть очень полезными, но также не надо «Увидел, интересуешься тебе видео», не надо тут смотреть, остановись, остановись! Заведи ссылку в какой-нибудь там плейлист или еще куда-нибудь, скопировай его, положи куда-нибудь и потом посмотри во время, отведенное для просмотра YouTube, да, или во время, которое отведенное для того, чтобы изучать какие-то вещи. Только таким образом ты рассчитываешься вниманием и временем со своим любопытством и доказываешь своему любопытству, что ты мне интересна, братан, я тебя люблю и хочу тебя поддерживать. Поэтому очень важно, да, то есть первое, что я хочу здесь сказать, это вот это вот держать расстояние между появлением любопытства и исполнением, делать список любопытства, интересуешься тебе темой, потом конкретная тема, потом хороший троичный источник, мы об этом будем говорить попозже, типа энциклопедия или статья, где есть ссылки на светил, на основных идей и потом прочитываю. Последний момент, последний момент, и мы заканчиваем. Когда ты читаешь, если появляются слова или термины, которые тебе неизвестны, сделай паузу, остановись, положи закладку и иди узнай, что это за термин или за слово, это дисциплина, это не всегда удобно, это иногда, ну, делать чтение очень медленным, особенно если ты читаешь о какой-то теме, вникаешь в какую-то тему, которая тебе неизвестна, но это очень важно, потому что просто пройти помимо материал, который ты наполовину не понимаешь, потому что ты не понимаешь терминологии, которые здесь используются, это бесполезно, да, поэтому расширение нашего сознания отчасти зависит от расширения нашего словарного запаса, потому что слово – это инструмент, который наш мозг использует, чтобы думать, да, мы не можем думать без слов, то есть сначала было слово, как бы не было, да, поэтому необходимо вот это тоже иметь страничку в свой айфон или там в тетради, где ты, как первоклассник, выписываешь слова, которые тебе неизвестны, находишь для них определение и изучаешь конкретных слов. Я очень много сегодня наговорил, я уверен, что это видео очень длинное, что мало его кто досмотрит до конца, но в завершение, как сказать, подвести итоги, читать очень важно, то есть основной такой фундамент или оплодом твоего самообразования должно быть чтение. Ютуб – это хорошо, подкаст – это хорошо, там, радиопередача – это хорошо, но чтение – это очень важно. Можно, конечно, слушать аудиокниги, но для того, чтобы или читать, или слушать, выделяй время каждый день, когда ты можешь обратить на это больше 90% своего внимания, 99% своего внимания, для того, чтобы поглощать. Если встречаются незнакомые слова или незнакомые термины, изучай их, и да поможет вам Бог, чтобы все ваше самообразование пригодилось вам на этой Господней земле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!